У тех, кто однажды выбрал для себя профессию воспитателя, есть уникальная возможность изо дня в день переживать самые яркие моменты детства. Зарядка на свежем воздухе, подвижные веселые игры, мыльные пузыри и рисунки мелом на асфальте. Воспитатель 4-го детского сада Мария Лощинина, обладатель почетного звания «Педагог года», удостоилась еще одного поощрения. Ее фотография целый год будет висеть на доске почета на центральной площади города. Это не только моя заслуга, это заслуга всего коллектива нашего детского сада. Без коллектива ничего бы не удалось. Мария Лощинина закончила педагогический колледж, а затем получила высшее образование по выбранной специальности. На поприще дошкольного образования воспитатель работает на протяжении 10 лет. Имеет высшую педагогическую категорию, принимала участие в конкурсе «Школа Росатома», в котором дошла до полуфинала. Профессия педагога требует постоянного саморазвития, потому что в жизни появляется что-то новое, какие-то новые технологии. Если сидеть на одном месте, то развития дальше не будет. И детям интересен тот педагог, который может им показать что-то новое, что-то интересное. Мария ведет детей от младшей до подготовительной группы. И как у любого педагога, у нее есть свой любимый возраст. Это самые старшие в детском саду ребята, которые вот-вот перешагнут порог детского сада и станут школьниками. Результат моей работы – это дети, которые вырастают в настоящих людей, которые тоже, может быть, становятся какими-то известными людьми, которые достигают каких-то высот лично для себя, не только для окружающих. Профессия воспитателя детского сада сложная, но очень нужная и благодарная. И самое главное, что нужно любому педагогу – это улыбки и смех детей, доверие родителей и признание профессиональных заслуг. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.